Зеленский призвал Байдена все-таки пригласить Украину в НАТО, невзирая на невозможность ее полноценного вступления в данный момент. Саммит НАТО в Вильнюсе должен продемонстрировать готовность Альянса к противостоянию с пещерой. И Запад с удовольствием пошел бы на такую демонстрацию, но коррупционные ножницы подрезают Киеву крылья. Бойцы ВСУ воюют храбро, но тем циничнее выглядят масштабы коррупции, поразившие Украину. Понятно, что страсть к схематозу досталась ей в наследство от совка. Но прежде чем требовать еще больше оружия от союзников, Киеву было бы правильно показать и доказать, что каждый цент, выделенный Украине, идет на заявленные цели, а не оседает в карманах коррупционеров. Понятно, что эта воровская вольница не бесконечна. Народ-то с фронта вернется, очень злой, и спросится схематозников даже жестче, чем западные союзники. В Нидерландах уже говорят о необходимости аудита, и это только начало. Украина, безусловно, выстрадала свою дорогу в цивилизацию, но ей необходима государственная воля в борьбе с плесенью, что поразило чиновничьи кабинеты снизу доверху. Эта плесень сегодня главный союзник фашистской пещеры, в которой спят и видят Украину, связанную коррупционными схемами по рукам и ногам. В самой же пещере перед саммитом НАТО нагнетается истерика. Монстр бьется в приступе подучей всем пьяным организмам медведимки, анонсируя ядерную войнушку. Но никто не пугается. НАТО вот-вот прирастет Швецией. Но если с этим расширением в Кремле уже кое-как смирились, то перспектива вступления Украины в Альянс представляется Путину катастрофой, сравнимой с распадом СССР. Потому что без Украины, как своего сателлита, сама империя превращается в ничто. Вот без Дальнего Востока она запросто может существовать, а без Украины никак. Тем более, что вслед за ней в НАТО потянется и Молдова, а там после колхозных похорон Лукашенко потащит в сторону Запада и соседний Минск. Не потому ли и Пригожина с его упырь командой перебросили в Беларусь, дабы жестко и кроваво удержать Минск в своей орбите, если вдруг начнется что-то революционное? Мохнатики подрагивают, когнитивный диссонанс охватывает их черепа. Признаки приближения смутного времени налицо. Война затягивается, количество трупов растет. Кремль продолжает тянуть резину, разбрасывая тысячи и тысячи мин во имя задержки темпов наступления ВСУ. Скотобаза устала, вплоть до попытки бунта, но гражданская война все равно не началась. Да и как ей начаться, если граждан в пещере нет, а есть конформисты ни при чемыши? Вместе с тем нарастает осознание, что Запад не воспользовался мятежом и не подтолкнул падающего. Значит, на данный момент он не заинтересован в быстром разрушении пещеры. От этой мысли, вступающей в конфликт с основными тезисами пропагандистов, убогий мозг глубинария начинает искрить. Путин показал себя слабым и трусливым. Он и раньше-то при первой опасности стирался ластиком, а теперь и вовсе помчался вдаль, рисуя на ходу жирную коричневую линию. И тот факт, что главаря мятежа не настигла молниеносная суровая кара, убеждает плебс в ничтожности царя. Хуже того, если еще воскресным утром 2 июля пещерное следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные при обысках 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять слитков золота, то уже к вечеру того же дня Пригожину вернули всю сумму и ценности. Значит, царь не уверен в самом себе, что скрывается за столь противоречивыми решениями, кто кого обедает и танцует. От досады племя дикарей готово раскороновать старого и выбрать себе нового вождя. Оно пока и само не знает, кого именно, но глубинный запрос зреет. И да зреет аккурат к тому моменту, когда станет невыносимо жарко в Крыму. Кстати, навязчивая кремлевская страшилка о ядерном ударе уже протухла. Момент, когда Путин мог чисто теоретически отдать приказ о нанесении такого удара с гарантией его исполнения, упущен навсегда. Дрогнув перед мятежниками, он пошатнул уверенность отморозков в своей железной непоколебимости. И теперь нет уверенности, что приказ судного дня не увязнет в бесконечных согласованиях и не застопорится где-нибудь внизу, наткнувшись на игнор. Субтитры создавал DimaTorzok